МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам. В эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог». С вами я, ее ведущий Сергей Дадыко. Сегодня наша программа выходит накануне знаменательного дня, пожалуй, самого главного праздника нашей страны – Дня Победы в Великой Отечественной войне. В этот день мы вспоминаем тех, кто с оружием в руках защищал нашу Родину, и тех, кто в тылу ковал это оружие. Мы вспоминаем ветеранов войны и труда, которых на этой земле осталось уже очень-очень мало. Сегодня у меня в гостях председатель первичной ветеранской организации «Центр» Нина Иванова. Здравствуйте, Нина Иванова. Здравствуйте. Разрешите поздравить вас с наступающим Днем Победы, пожелать долгих лет жизни. Ну и, естественно, хочу спросить вас, чем занимается ваша организация, как вы работаете с ветеранами? Значит, с ветеранами нам приходится объединять ветеранов – это одинокие люди, или люди, которые привыкли работать, привыкли что-то делать, и когда вышли на пенсию, остались почти не у дел, вот они входят в состав наших организаций. Значит, в городе у нас, в районе у нас 28 организаций. Непосредственно в городе 7 организаций. Вот. Сейчас, в этом году, очень много людей умерло. Значит, и вы знаете, вот эти потери, именно потери для нас, не просто там смерть или что, это потери для нас. Потому что была очень хорошая улица у нас. Значит, собственно, Комарова, центральная железная дорога. Такой район небольшой. У нас там умерло 12 человек. Всего за последний год? Начиная с Нового года. И вы знаете, получилось так, что она была очень сплоченная, деловая, вот этот вот кусочек. Вот. А ушли, вот люди ушли с этой жизни. И получается, что работать приходится с новыми людьми. А это бывает немножко сложновато. Ветеранов Отечественной войны осталось 1780 человек. Вот делали сейчас проверку. Вот говорим, что вот осталось. И причем в основном это люди, которые не могут ходить. Или могут ходить только по дому. То есть они малоподвижные. Они, понимаете, вот они хотят что-то сделать. А уже, допустим, прийти в школу, они не могут прийти там куда-то. И приходится приходить к ним. Вот. С детишками, значит, со школьниками. Очень хорошо в этом плане работает 16-я школа. Вы знаете, вот она... Там коллектив подобрался очень хороший. И как-то детишки сумели сплотить детей. И вот дети уже, значит, ага, куда мы пойдем? А как мы будем... Кого будем поздравлять? С кем будем разговаривать? Вот. Они знают изусть всех наших людей. И уже говорят, а что-то вот Ивана Степановича совсем не видно. Я говорю, вот Ивана Степановича мы не можем сами найти. То ли он где-то в больнице, то ли родственника куда-то увезли. То есть, понимаете, вот это... Что мы можем детишкам сказать? Ну, вот ищем сейчас, ищем людей. Потом, значит, у нас ведутся всякие справочники, всякие тетрадки ведем, чтобы как-то проследить, куда, чего, что, куда они могут уехать, куда могут уйти, что к чему. Вот это вот ведется такая работа. Вот, вы знаете, вот когда начинают новые дома заселяться, сложно работать с этими домами. Казалось бы, вроде новые дома там, ну, более благоустроенные, а нет. А вот старые дома, старые дома, это с ними работать, с одной стороны, тяжело, с другой, потому что люди уже постаревшие. Они как-то вот... У них есть вот задор, больший задор. И большая тяга вот к работе. Вот, ну, стараемся, значит, проводить работу, значит, с ребятишками проходим перед праздником, поздравляем там, вот, допустим, вот сейчас к Дню Победы детишки проходят по всем домам и, значит, выручают там открытки, поделки, которые они делали сами. Вот, и, в общем, у меня тут два человека есть, которые говорят, это знаешь чего, я опять ветереветь буду, ты вот сегодня, мне пришли вот такого вот, того вот и того. То есть, знают уже, ребята знают, к кому пойти, а люди знают, кто к ним придет. Вот это вот такая вот работа, которая у нас есть. Нилана, чтобы подвести такой небольшой итог вашим словам, предлагаю посмотреть видеосюжет о том, как проходила отчетная конференция ветеранских организаций нашего района. Это было в конце января. Давайте посмотрим. С отчетным докладом выступил председатель районного совета ветеранов Алексей Волков. Он отметил, что основными направлениями работы совета оставались защита социально-экономических прав людей старшего поколения, привлечение их содержательной общественной и политической деятельности, совершенствование взаимодействия с органами местного самоуправления. С приветственным словом к делегатам конференции обратился глава района Алексей Валов. Он отметил, что ветераны ведут большую работу с молодежью, уделяют постоянное и пристальное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения, активно поддерживают нуждающихся. Я всех вас прошу и очень настоятельно прошу, подумайте над всей своей жизнью, над всеми этими идеями, над всеми нюансами, которые вас выстрадали такими активными, жизнелюбивыми и желающими работать дальше во имя своей страны и дать эту практику. Подрастающим поколениям. В этом деле я знаю. Спасибо вам большое. Нина Ивановна, теперь хочу обратиться к вам, вот непосредственно спросить про ту работу, которую вы ведете уже долгие годы. Вы собираете материалы, исторические документы и так далее нашего Щелковского батальона народного ополчения. Как известно, у нас в районе есть еще одна знаменательная дата, связанная с Великой Отечественной войной. Это дата формирования батальона народного ополчения, который в 1941 году осенью принял боевое крещение. Сперва это было в районе озера Селигер, потом переместился он под Нарфаминск в Московскую область. Если можно, расскажите об этом батальоне. Значит, батальоном народного ополчения я занимаюсь 50 лет. 50 с небольшим. Почему мой отец, Плюснин Иван Ильич, заслуженный строитель города Щелково, ушел в первой десятке людей, которые записались в народное ополчение? Значит, народное ополчение 26 июня было объявлено, 25 им объявили, но 26 они уже собрались, стали собираться. Значит, где собирались? Первый батальон народного ополчения. Он у нас охватывал Монина, Лосин-Петровск, Щелково и вот так прилежащие деревни. Тогда были деревни, не было такого города. У нас центральные улицы, вот где мы сейчас говорим, ах, вот этот пятиэтажный дом мы не хотим, вот нам дайте вот что-то. А тогда были деревянные дома. И 26 числа они собирались в парке техноткань. Это, значит, сейчас там Кинза, ресторан Кинза и там еще другие организации. А раньше здесь был парк фабрики технических тканей. И вот в этот парк собирали всех участников народного ополчения. Вы знаете, тут, наверное, надо правильнее считать, что это было не в парке они собирались. Они забрали кусочек Щелково. Потому что противоположный берег реки, он был заселен жителями с детишками. Потому что как только жители могли, вот было время, там, кто не работал или что-то, все шли и на противоположной стороне смотрели, что, как обучают вот это народное ополчение. Чему их учили тогда? Чему их учили? А их учили держать гранаты, значит, кидать гранаты. Учили стрельбе, потому что люди в основном пришли, не знали военной науки. Вот пришлось учить все заново. А им за все про все дали, значит, с 26 июня по где-то 8 июля, когда их отправили уже в Москву. Значит, наш отдел народного ополчения, он был приписан к московскому отряду народного ополчения. И они, значит, их потом собирали здесь вот, где станции Измайловская, вот в этом кусте. И там их продолжали учить. И потом, через неделю, их отсюда отправили уже, значит, вместе с этим полком, отправили в сторону Наруфаминска. Нинаман, сколько всего человек? Со Щелково, вот в первом, значит, со всего района, вот со всей этой округи, было 603 человека. А средний возраст какой? От и до, так скажем? От и до, там сложно, там это была совесть людей. Понимаете, они шли, значит, трудоспособные. Были и 80 лет, и 90 лет были, и были молодые совсем. Вот, и вот их собирали, вот учили. Вы знаете, очень, ну, сказать интересно, это неправильно. Было очень страшно смотреть. Вот мы смотрели на противоположной стороне. Значит, нас всех предупреждали, что никуда, значит, не в Клязьму, не спускаться, ничего. И вот говорили, то они кидали, то гранаты они кидали, то они, значит, как-то там стреляли что-то. Ну, мне тогда было, не было пяти лет еще. Вы помните эти дни? Помню. Вот это я помню. Я помню, когда мне исполнилось пять лет. В это время, в этот день, значит, меня проводили, ну, спать положили, это часов в восемь вечера было. Вот, жили мы на Жигаловском поселке, это за линией. Вот, ну, мама, дедушка, бабушка, значит, посидели, ну, естественно, поплакали, что вот. Вот, вот, ну, а потом меня будят, меня будят, и какой-то дяденька что-то говорит, а у него голова лысая. У отца была кудрявая голова, и он, значит, все время ходил красиво, мой Иванушка. Вот, вот, все время у этого Иванушки были, значит, волосы красивые, все. А тут какой-то лысый дяденька. Вот, еще что-то рука у него привязана. Ну, непонятно, что я откидываюсь. Там мне говорят, Нина, так это папа твой приехал. То есть он прощаться пришел, да? Он был в госпитале, лечился, он на подступах к Нарофоминску, они попали, только ехали на, вступать туда, значит, в боевое это братство, и они, был бой. И у него прострелена была рука в двух местах. И его, значит, направили в госпиталь на Чкаловскую. Он, проезжая мимо дома, и говорит, а вон мой дом, а вон, говорит, девчонки мои бегают. Вот, ну, поговорили, и командование разрешило ему, значит, ночевать дома, а, значит, туда с утра и до вечера быть там. Так он был две с половиной недели. Ну, а дальше как сложилась его судьба? А дальше его судьба, он был, значит, 10 октября он уехал, его провожала мама в Москву. Значит, там в Москве собирались, вот, кусочки, вот, отряды, которые должны были идти туда, и они уехали в ночь в сторону Нарофоминска. В Нарофоминск они приехали, и 12 октября они вступили в бой. Нина Ивановна, вот, прежде чем мы перейдем посредственно к рассказу, да, к вашему рассказу о боевых действиях под Нарофоминском, предлагаю посмотреть еще один видеосюжет о том, как у нас в районе 14 сентября ежегодно проходят мероприятия, памятные мероприятия, посвященные нашему Щелковскому батальону народного ополчения. Давайте посмотрим. 14 октября. Памятная дата местного значения, официально установленная в Щелковском районе. Это день памяти формирования народного ополчения, отрядов добровольцев, испытавших на себе всю тяжесть первых месяцев войны. Их вспоминали на митинге на Аллее памяти. 76 лет назад был сформирован Щелковский батальон народного ополчения. Более 600 человек, мирные люди, рабочие, крестьяне, служащие, студенты добровольно встали в строй и пошли оборонять столицу от врага. Батальон получил название 2-го и вошел в состав 3-го полка 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы. Осенью 41-го она была преобразована в 110-ю стрелковую дивизию. Ополченцы строили боевые укрепления на Можайской линии обороны, а потом вступили в бой. Плохо обученные, не имевшие достаточно оружия и боеприпасов, они самоотверженно сражались за счет силы духа и любви к родине. Выжить смогли единицы. Они не подлежали призыву, но не могли остаться дома, потому что враг стоял у стен Москвы. Мы должны сделать все для того, чтобы войны никогда не было. И чтобы народное ополчение вновь не поднималось на такую тяжелую битву. Война была очень тяжела для Нарофоминска и его окрестностей. Потому что, во-первых, очень разрозненное ополчение было с разных сторон. Примерно одинаковые подготовки. Неподготовленные, будем так говорить прямо. И люди шли, и это были такие бои. Мне пришлось, когда я стала интересоваться, мне пришлось ездить и в Нарофоминск. И ездила на озеро Селигер. И вот не поняла тогда, не хватило моего разума, но это уже было 30 лет, но разума у меня не хватило, что там недалеко, где проходила операция «Тайфун», это за озером Селигер, там немцы организовали лагерь военно-пленных. Вот я написала туда все, что я могла написать, расписать. И вот жду ответа. До сих пор еще ответ не пришел? То есть можно найти кого-то из наших щелковцев? Я вот недавно нашла, собственно, Счетина Павла Ивановича. Но Павла Ивановича уже, его нет, он умер, умерла его жена. Но сын, я уговорила сына, значит, дать мне интервью, дать что-то, рассказать что-то. Рассказать что-то, да, о своих родителях. Потому что, вот, значит, сын старше меня был, ну, намного, он лет на 10 старше меня. Ну, вот надо сейчас ухватить его, пока он не пошел вслед за отцом. Инна Ивановна, ну вот давайте мы уже будем заканчивать наш разговор на такой, знаете, приподнятой ноте все-таки праздник. Вы сказали, что уже дети даже, наверное, старше тех родителей, своих родителей, которые тогда воевали, и дети, и внуки. Но те, кто жив, у них сохраняется вот такой, знаете, задор жизненный, тяга к работе. Я предлагаю сейчас посмотреть еще один видеосюжет о том, как осенью прошлого года отмечал свое 90-летие ветеран Великой Отечественной войны Иван Григорьевич Кушнеренко. Давайте посмотрим. Полковник в отставке Кушнеренко Иван Григорьевич. Возраст 90, инвалид второй. Готов к труду и обороне. Так встречает гостей житель поселка Свердловский Иван Кушнеренко. Поздравить его с юбилеем приехали глава района Алексей Ивалов и депутат городского совета Игорь Школьный. Привезли подарки. Это наше чувство признательности, чувство благодарности за то, что вы сделали. Это наша страна. Иван Григорьевич родился на Украине. 14-летним подростком на оккупированной немцами территории, рискуя жизнью, спасал с мамой советских военнопленных. В 44-м прямо в школу на урок математики пришла повестка военкомата. Мама собрала сына на фронт. По возрасту Иван оказался в самом последнем военном призыве. Попал в учебный артиллерийский дивизион, по окончании которого был отправлен на фронт. Но командиры приняли решение поберечь молодежь, и эшелон развернули. День победы застал под Павлоградом, охраняя Катюши. После срочной службы остался в армии, поступил в училище. С 1972 года Иван Кушнеренко служил в Щелкове, был направлен в Чкаловский гарнизон. Вышел в отставку в звании полковника. Даже в 90-е Иван Григорьевич бодр и полон сил. Говорит, жить помогает оптимизм и чувство юмора. Он доволен, как все сложилось, хоть и пережил жену и младшего сына. Подросли три внука, уже есть две правнучки. Часто навещаются служивцы. Я всю жизнь прожил правдиво. Мне отец такой сказал. Вот сынок, говорит, я прожил жизнь небогато, но зато, говорит, каждую ночь я спокойно спал. Вот и ты так живи. Чтоб у тебя душа была в покое. Что ты не обманул, не наврал ничего. Ты в спокое. А то, что нет ковра там ничего, это, говорит, не страшно. Ну вот, как говорится, нам есть на кого равняться. Есть с кого брать пример. Нина Ивановна, огромное спасибо вам за то, что нашли время прийти к нам в студию. Еще раз с наступающим праздником, Днем Победы. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. Во второй части нашей программы мы ждем в гости руководителя ветеранской организации «Боевое братство» Анатолия Тананаева. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Во второй части нашей программы у меня в гостях руководитель Щелковского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Анатолий Тананаев. Здравствуйте, Анатолий Павлович. Здравствуйте. Наступающим вас Днем Победы. Спасибо. Если можно, скажите, что такое за организация «Боевое братство»? Наверное, все помнят, что такое был когда-то Союз ветеранов Афганистана, но добавились у нас еще конфликты, боевые конфликты, локальные войны. Вот если можно, подробно чем занимается ваша организация? Союзовская общественная организация, это ветеранов «Боевое братство», является продолжением дел и традиций ветеранов локальных войн и военных конфликтов. Оно было создано на Первом съезде в 1997 году. Было приглашены 60 боевых организаций, которые у нас находятся в России, и люди, которые проходили военные конфликты. На этом съезде присутствовало еще 67 региональных организаций по всей стране. И на Первом съезде было все это оглашено, то есть выдвинули решение, что нужно создать организацию «Боевое братство», который возглавил Борис Селудович Громов, который прошел Афганистан, вывел 40-ю армию с Афганистана, был командующим в этом легионе. Я так понимаю, по структуре организации есть всероссийская организация, то есть федерального уровня, есть региональная, то есть наша Московская областная и также в других регионах страны, но и есть наше районное отделение. Значит, первая структура – это образование всероссийской общественной генерации, которая образовалась, когда у нас, 26 декабря 1997 года. Вторая, Московская, уже, то есть когда была полностью сформирована эта организация, уже организовалась Московская областная, начало формироваться отделение Московской организации. Вот, значит, оно было создано 18 апреля 1918 года. Возглавил это князев Сергей Николаевич, это отделение Московской организации. В состав нее взошло 63 организации Московской области, то есть Щелково, Воскресенск, Фрианово, Фрязино, то есть все области московские, которые находятся у нас в Подмосковье. Значит, на протяжении этих лет, в этом году мы отметили 20 лет боевого братства в декабре 26-го, это была Всероссийская общественная организация. И 20 апреля, то есть 2018 года, мы отметили нашу, то есть Московскую областную. Поздравляю с юбилеем. Спасибо. С небольшим опозданием, правда, но тем не менее не так давно это было. Значит, за проделанную работу, которую мы проводим за эти годы, мы, короче, за последние три года открыли 11 досок, мемориальных досок, которые находятся у нас открыто на школах, на гимназиях. Это жители нашего района. Нашего района, это по нашему Щелковскому району мы открыли 11 досок. Значит, сейчас мы планируем открыть памятник, который будет, который одобрен нашей администрацией. Это памятник локальных войн, то есть ребятам, которые погибли у нас в Щелковском районе. Где он будет установлен? Погибших у нас 27 человек. Анатолий Павлович, извините, перебиваю вас, да? Где памятник будет стоять? Памятник мы планируем расположить в сквере напротив библиотеки на улице Талстинской. Такой вопрос. Чем еще занимается ваша организация, ну, скажем, помимо увековечивания памяти погибших наших земляков? Значит, в нашей организации на сегодняшний день насчитывается 362 члена организации, которые проводят очень большую работу в Щелковском районе. Это уроки мужества, которые посвящены великим датам. Пример Сталинградской битве 75 лет, снятие блокады Ленинграда. В большое мероприятии мы провели вывод войск с Афганистана. Отметили в этом году 29-ю годовщину вывода войск с Афганистана. С этим мероприятием нам помогает, естественно, мы работаем с администрацией. Администрация, большое спасибо за организацию этой работы. И привлечение молодежи, то есть воспитание показываем, чем мы занимались в духе, чтобы они не забывали те моменты важные, на которые мы защищали нашу страну от, как говорится, от менталитизма. Анатолий Павлович, давайте я предлагаю посмотреть видеосюжет о том, как проходил митинг, посвященный, как вы сказали, 29-й годовщине вывода войск с Афганистаном, который был в феврале нынешнего года. Давайте посмотрим. Это случилось 29 лет назад. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Теперь в этот день в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. На мемориале «Скорбящая мать» в городском поселении Щелково высечены фамилии жителей погибших в Афганистане и Чечне. Во многом благодаря им наша страна целостна и независима. На территории сопредельного государства в подчас неимоверно сложных условиях они были верны воинскому долгу. Они сражались за родину, находясь далеко за ее пределами, гарантировали незыблемость наших границ, защищали десятки миллионов советских граждан. Надо помнить, что мир, к сожалению, не стал добрее, и поэтому мы всегда должны стоять на страже. Благодарность матерям и отцам, сыновьям, братьям и сестрам наших Щелковцев, которых мы сегодня вспоминаем. И мне хочется сказать, вечно в память павших. Война в Афганистане унесла жизни тысяч советских солдат. Тогда погибли 9 Щелковцев. Но и сегодня геополитическая обстановка неспокойна. Уже в наши дни российские военные сражаются в Сирии. И не все возвращаются домой. Это чьи-то сыновья, мужья, отцы, друзья. И не так важно, сколько времени прошло, раны на сердце все равно не затягиваются. Анатолий Павлович, такие мероприятия проводятся каждый год. Я имею в виду отмечения годовщины вывода войск. Вывод войск с Афганистана проходит у нас в Щелкове ежегодно. Много находится молодежи, много приходит ветеранов, которые непосредственно наши ветераны, которые находятся в боевом братстве, находятся почти постоянно с нами. И большой праздник мы отметили еще в Москве, тоже самое, 29-ю годовщину вывода с Афганистана. В том году впервые был создан бессмертный батальон, который проходил по Поклонной горе к памятнику воина, погибшего в Афганистане, который был первый в Советском Союзе поставлен в Москве на Поклонной горе. Это первая аллея славы. Толий Павлович, я неспроста заостряю внимание как раз на событиях уже, скажем, 20-летней давности. Ну а если говорить о вводе войск в Афганистан, то уже почти 30 лет прошло. Я просто знаю, что вы сами тоже прошли, наверное, почти всю Афганскую войну. Но если не всю, то с первых дней были там. Если можно, расскажите какую-нибудь боевую историю из вашей жизни. Из моей жизни боевая история, это мне большее впечатление создало, когда я был в Афганистане, первый раз заходили мы в Паншер. Это Паншерское ущелье, которое находится в логове врагов, как их называли душманы. Вот. Сначала была сильная артподготовка, чтобы войти в эту ущелье. Шла сначала десантура. Но я служил в пехоте 108-й дивизии мотострелковой. Зашел я с ней в Афганистан 25 декабря 1979 года. Пробыл два с половиной года. Ну, вот самая такая впечатляющая история у нас, у меня запомнилась в Паншере. Мы прошли всего 25 километров. Дальше мы пройти не смогли. Почему? Потому что было сильно-сильно все заминировано. И были большие засады. И когда мы стали возвращаться, то есть дали команду, ну, 25 дальше мы не могли пройти. Была, значит, дана команда назад. Когда мы пошли назад, у нас танк 62. А там горная река. И горная река, это и есть река Паншер. И с обоих сторон где-то 25 метров, ну, 30-40 метров находилось ущелье. И вот между ущельев шла дорога горная. Вот когда стали назад идти, у нас танк свис, ну, одной полосой свис над этой рекой, то есть над скалой. И было принято решение, чтобы, если мы ночь простоим, были очень сильные обстрелы. Вот. И мы тоже, естественно, отстрелились. Работала самоходная техническая установка. Сверху нас поддерживали вертолеты, авиация. И вот когда мы этот танк, короче говоря, 62-ку были, ну, и впереди техника тоже шла. Вот. Взяли, и было принято решение скинуть его, ну, в эту речку. А внизу это было метров 20-15. Но все-таки мы своими силами, всеми этими упорствами, то есть зацепили танками, двумя тросами. И потихоньку, потихоньку этот танк вывезли. И когда прилетел на это место, на это место генерал-лейтенант Шкиченко, который погиб в Афганистане, вот, он вручил механику-водителю свой орден Красной Звезды, прямо снял с груди и вручил ему. А командиру танка снял наручные часы, тоже командирские, подарил ему за то, что они спасли технику и не дали затору нашим войскам, которые находились там, выйти с меньшими потерями, что нас там полностью всех в упор не уничтожили. То есть пробка была снята, и мы постепенно, ну, то есть вышли опять с этого ущелья. И еще самая большая операция, это уже была, это было в 80-м году, первый паншер, а второй паншер у нас был уже тоже в 82-м в начале. Да, в 80-м, 81-м в начале. И когда то же самое, уже были мы обучены, как воевать в горах, как применять тактику, технику и, ну, самоуправление войсками, то мы прошли фактически паншер полностью, полностью тоже, это все впечатляюще, это нужно просто видеть, рассказывать одно, видеть это другое. Да, и, конечно, потеряли много товарищей, тяжело говорить об этом, но никуда от этого не денется войны, без жертв не бывает. Я потерял друга в этом паршерском ущенде, с которым вместе учились в школе, с его женой сидели за одной партой. И вот мне пришлось этого друга через командира дивизии, я был адъютантом командира дивизии, на всех операциях я находился с ним, непосредственно это был генерал, то есть полковник Миронов Валерий Иванович, с которым я прошел всю службу фактически, пока не был ранен сам и не отправлен в ГОСТ в Ростов-на-Дону. Вот, и мне пришлось ГРУС-200 самому лично отправлять домой, сообщать родным и близким. Об этом, конечно, тяжело говорить, но так получается, жизнь продолжается. Значит, как говорится, судьба есть судьба, ему не повезло, ну а я тоже остался жить. Как пел Владимир Семенович Высоцкий в песне о летчике, помните, он был лучше, добрее, добрее, ну а мне повезло. Анатолий Павлович, а вот медаль за отвагу у вас, это, наверное, самая главная солдатская награда вообще считается, и одна из немногих советских наград, которая вручается и сегодня, так скажем, в новейшей России. Вот за какой подвиг? Так, это подвиг, значит, получился так. Я не люблю о нем говорить, потому что вот как раз за этот подвиг, который мы свершили, это было в 82-м году. Мы сопровождали колонну, и на нас было нападение на Саланге, то есть начали обстреливать колонну. Саланг, это все знают прекрасно, это дорога жизни, которая шла из России в Афганистан, откуда доставляли питание, продукты Афганистану, самому народу. И мы, естественно, жили этим. Вот, и было сильное, как говорится, столкновение с противником. Мне, мы отстреливались, естественно, вот, рикошетом мне попала пуля в лицо, пуля в лицо, и я был доставлен в Ростов, то есть сначала в Кабул, из Кабула я был доставлен в Ростов-на-Дону. Ну, как говорится, война есть война. Эту медаль я получил в 1988 году, после уже выхода с Афганистана, служа уже в группе, это в ГСВГ, в группе Советских войск Германии. Потому что за раньше, то есть в 80-е, 81-е годы тяжело было, как говорится, получить награды, потому что все было очень-очень серьезно. Ну, как говорится, орден находится в его герое, вот, и медаль нашла меня там. То есть, когда, видать, я уже уволился, то есть заменился из Афганистана, вдруг Советский Союз, медаль пришла, и вот она ходила, и меня нашла в Германии, когда я служил. Талий Павлович, ну, вот, афганская война, так уж будем ее называть, закончилась уже 29 лет назад, уже больше 29 лет. 9 с лишним лет она продолжалась, ну, закончилась Афганская война, вывели наши войска, и буквально через 5 небольшим лет начался новый конфликт, хотя и на территории нашей страны войной не принято это у нас называть, первая чеченская, вторая чеченская, это у нас контртеррористическая операция на территории Российской Федерации, да. Но, тем не менее, количество участников, которые прошли через эти боевые, в полном смысле слова, действия, наверное, не меньше, чем воинов-афганцев. Как вот соотношение вашей организации, тех, кто прошел Афганистан и Чечню? Так, у нас отношения, как говорится, все одинаковые, то есть мы все защищали отечество, защищали родину, то есть там была борьба за спасение нашей страны, нашего государства, нашей непосредственной границы, которые американцы, мы зашли в Афганистан на 15 минут раньше, чем американцы. Вот, если бы мы этого не сделали, то на границе в то время, в 70-е годы уже стояли бы ракеты американские, а между Советским Союзом и Соединенным Штатами были железные занавесы, то есть контактов фактически никакого не было. А уже после Афганистана, после Афганистана, здесь уже пошел терроризм, самый настоящий терроризм, который у нас образовался сначала в Чеченской республике, то есть за рубежом, который возглавляли, ну, ребятам, то есть братьям-аджихеды, вот, которые потом с Чечней были связаны и хотели задавить нашу молодую российскую, ну, республику, ну, наше государство российское, вот, которое образовалось после распада Советского Союза. Хотели перевернуть и поставить нашу Россию на колени, но у них этого ничего не получится и не будет. Почему? Потому что русские, они непобедимы, если они выиграли Великую Отечественную войну в 41-45 год. Но мы продолжатели рода тех дедов, отцов и матерей, которые защищали нашу страну, и тех детей, которые были в концлагере, допустим, работали на заводах на Великую Отечественную войну, и также не допустим того, чего сейчас у нас, ну, идет. То возьмем же ту же Сирию. Даже офицеры, которые ради жизни и спасения, и не продавая родину, подорвался, допустим, на гранату, которую взрывает, не подпуская к себе, заказывая, что мы советские люди. Или летчика, которого просто-напросто сбили, и он тоже, как говорится, я думаю, что если бы попал на их землю, если бы они в воздухе не расстреляли, тоже бы не сдался в плен. Потому что это русский народ, русская защита, и мы тоже так же воспитываем молодое поколение, которое вот сейчас проводим уроки мужества в школах и гимназиях. Допустим, наши, как говорится, мероприятия, которые проходят в Москве, которые укрепляют дружбу среди молодежи. Предлагаю в подтверждение ваших слов посмотреть еще один видеосюжет, так называемый урок мужества в школе, который был посвящен памяти нашего земляка Андрея Юбко. Давайте посмотрим. Вот уже много лет подряд ежегодно в апреле учащиеся и преподаватели 10-й школы собираются на траурную церемонию в память об Андрея Юбко, выпускнике школы, который в 1995 году погиб смертью храбрых при исполнении своего служебного долга в Чечне. Он находился в служебной командировке и в одном из боев пулеметным огнем прикрывал отход попавших под обстрел товарищей. Указом президента Российской Федерации Андрей Юбко был удостоен ордена мужества посмертно. Ребята, которые здесь сегодня, это 4, 5, 6, 7, 8 класс, каждый раз вы меняетесь, ребята, и каждый раз мы говорим о том, что совершил Андрей Куротович, что он совершил героический поступок, который достоин подорожания. Он для нас всегда будет примером и для вас, детей, и для нас, взрослых. Мне бы хотелось выразить слова благодарности маме, Андрею Николаевичу. Мне Алексеевна сказала, что, конечно, мы не можем Андрею говорить, но мы всегда будем помнить о том, будем помнить о том, будем помнить о том. В памяти героя на траурной линейке была объявлена минута молчания и прошло торжественное возложение цветов к мемориальной доске. Анатолий Павлович, а какая работа проводится, скажем, с родственниками погибшего Андрея Юбко? Юбко, его семья, его мама, и они находятся, все семьи погибших в локальных войнах и в войнах Афганистана находятся все в боевом братстве. То есть они все с нами рядом, везде бывают на всех мероприятиях, мы их не забываем, чествуем на Новый год, на 8 марта, на 23 февраля. Все наши мероприятия, которые проходят в Щелковском районе, оно полностью, они находятся вместе с нами. Ну, по состоянию, естественно, здоровья, потому что возьмем того же Савгиренко, который, защищая бортом своего вертолета и погиб в Чеченской республике, носит звание, было присвоено звание Героя России, он тоже с нами. И мама постоянно веровала сильно, она всегда находится с нами. И вот тут я не досказал, что у нас в том году была создана реабилитация военнослужащих семей. Это ветеранов боевых действий в локальных войнах Афганистана, военнослужащих, которые прослужили 20 лет и более. И, естественно, матерей, которые не потеряли своих родственников, мы их пролечиваем в санаториях бесплатно. Они у нас отдыхали в Крыму, это в Ялте, в Саке, в Прибрежном. На территории Московской области это 4-я больница РЖД, где находится санаторный корпус, корпус сарантольного типа, это 4-я больница РЖД. Лечение 18 дней, питание прекрасное, отношения очень хорошие. Это все находится под контролем, мы туда ездим, то есть смотрим. Ну, я лично говорю, я сам в том году не поехал в Крым, а поехал в нашу Подмосковье и остался очень-очень довольный. И у нас пролечилось 224 семьи, которые остались очень довольны, благодарны. И сейчас у меня люди тоже самое отдыхают в Подмосковье, говорят, прекрасно, связь хорошая. То есть мы не забываем никого. Это спасибо нашему государству, нашему правительству, президенту России, что поддерживают нас и обратили внимание. Не то, что было, допустим, в 90-е годы. Анатолий Павлович, и последний вопрос. Кто может стать членом организации «Боевое братство»? Что для этого нужно? Так, членом «Боевого братства» может стать гражданин Российской Федерации, который даже не воевал в рядах вооруженных сил по каким-то причинам, допустим, по состоянию здоровья. Также могут находиться по состоянию здоровья, которым исполнилось 18 лет, то есть уже после 18 лет, совершеннолетия. Которые поддерживают наши идеи, наши взгляды, то есть сам приоритет, что, естественно, нужно воспитывать молодежь, нужно защищать наше государство и, естественно, поддержка президента, это прежде всего. Вы сами знаете, что сейчас создаются юнармия, которая тоже воспитывает молодежь, связь поколений. То есть оно должно передаваться из, как говорится, человека к человеку, из поколения в поколение, чтобы не только мужской пол, но и девушки, женщины, которые служат сейчас в армии, то же самое. Я прослужил лично в армии 40 лет календарных, уволился 5 лет назад, вот шестой год, в Челкове живу, шестой год, и видел, что в армии тоже женщины и молодое поколение уже приходит совсем другое. То есть не то, что в 90-е годы, которые не хотели идти в армию, там прятались, а сейчас с удовольствием призываются в армию, а в один год они уже выходят, а дутся специалистами. То есть армия более-менее обновленная, совсем другая, не та, которая была в Советском Союзе. Но на Советский Союз я тоже не обижаюсь, она многого дала, многому научила, и вот сейчас этот опыт наши офицеры, прапорщики, контрактники, сержанты-контрактники тоже передают свой опыт молодому, нашему поколению, для защиты нашего государства, нашего Отечества. Что ж, я думаю, Анатолий Павлович, что полку вашего прибудет еще, я имею в виду организация «Боевое братство», тем более, что молодежь сейчас с большой охотой идет на службу вооруженной силы. Совершенно верно, так и есть, потому что уже, честно говоря, даже обязательно, почему его не берут в армию, потому что у меня связь с военкоматом есть, ну, то есть кто-то прошел, тот хочет служить, а у него по здоровью, он чуть ли не плачет, говорит, а почему меня не взяли? Вот, и хочется выразить огромную благодарность Валу Алексею Васильевичу, Суровску, Надежде Владимировичу, депутатскому корпусу за поддержку и взаимную связь, то есть отношения у нас с администрацией налажены, отношения у нас дружественные, теплые. Мы находимся на всех мероприятиях Щелковского района, непосредственно, которые касаются нашего совместного объединения, поддержка. Всегда мы с ними и всегда вместе. Большое спасибо, Анатолий Павлович, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. И еще раз вас с наступающим Днем Победы. Спасибо. И вас тоже самое, боевое братство Щелковского района, поздравляет 73-й годовщиной Великой Победы над фашизмом. У нас тоже был полк ополчения, который непосредственно участвовал в обороне Москвы, а это самое-самое тоже, это наша гордость, наша слава. Мы никого не забыли, никого не забудем. И они вечно остаются в наших сердцах. Спасибо. С праздником. Всех зрителей Щелковского телевидения, всех жителей Щелковского района с наступающим Днем Победы. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»